Алексей Навальный Даже самые жесткие критики Алексея Навального сегодня согласны. Именно он может составить реальную конкуренцию нынешнему мэру Сергею Собянину. И лишь участие в городских выборах оппозиционера может сделать их легитимными. Встречи Навального готовились все, как многочисленные соратники оппозиционера, так и правоохранительные органы. ОМОН, полицейские автобусы, автозаки с утра заполонили площадь у Ярославского вокзала в Москве. В любом случае это видно паника власти, в любом случае, какое бы ни было объяснение, паника власти видна. Боится его власть и правильно делает на самом деле. Я очень уважаю этого человека и я не думаю, что кто-то за кого-нибудь еще вышло бы такое количество народно-манежной площади. Для меня это было открытием, что столько людей наконец обрели разум и наконец начинают мыслить. И это прекрасно. За 10 минут до прибытия поезда проход к перронам перекрыли. Бдительные охранники обнаружили некие бесхозные вещи. Это не стало сюрпризом для толпы встречающих. Расходиться, как того требовали полицейские, никто не собирался. Обнаружен бесхоз! Обнаружен бесхоз! Пойдите все, пожалуйста! Уйдите на кофе! Девять сорок три. Поезд прибывает. Когда появляется сам Навальный, вокзал взрывает с рукоплесканиями. Навальный, мы в Москве! Навальный, мы в Москве! Навальный, мы в Москве! Обращаясь к соратникам, Алексей Навальный поблагодарил их за поддержку. Он еще раз подчеркнул его освобождение в случае уникальной для российского правосудия. Если бы два дня назад мне кто-то сказал, не беспокойся, через два дня ты снова будешь на Ярославском вокзале, я бы не поверил бы в это никогда. Да! Я ни на секунду не сомневался, что мы победим. В российском обществе существует много версий освобождения оппозиционного блогера, но с одним согласны все. Только широкая общественная поддержка и готовность его сторонников к активным действиям сделали возможной его политическую кампанию и заставили власти считаться с кандидатом от реальной оппозиции. В итоге суду пришлось освободить Навального для того, чтобы он мог принять участие в предвыборной агитации. Люди в Кремле, люди в Белом доме, люди в администрации президента. Видимо, кто-то недопонял, кто-то, видимо, не пропустил сигнал, видимо, сигнал не дошел. Видимо, не было изначально в планах сажать Навального. Я не знаю, что произошло, я думаю, что история расскажет. И хотя никто из оппозиционеров не питает иллюзий по поводу исхода выборов, в ближайшие семь недель Алексей Навальный и его команда будут усиленно работать. Но независимо от того, кто победит на выборах 8 сентября, российское общество одержало политическую победу. Люди поверили, что они могут заставить власти слышать свои требования. В зале суда силы нет, и власти нет, а здесь сила, и здесь власть. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть!